Здравствуйте, это шеф-повар, мы снова на юге и снова в гостях у замечательного человека. Он один из немногих молдавских виноделов, кто производит вино сорта Саперави, причем качество и органолептические свойства его вина не в состоянии оспорить даже самый ярый сторонник теории, согласно которой Саперави может быть только грузинским. И это далеко не единственное достоинство моего сегодняшнего гостя. Итак, сегодня я готовлю вместе с очень известным на юге страны человеком Иваном Кайриком. Иван Николаевич, здрасте. Спасибо, что приняли у себя в гостях. Пожалуйста. Повествуйте, что будем готовить. Что будем готовить? Ну, что в Гагаузии можно готовить? Значит, это курица, значит, есть соус из курицы, а здесь называется таукманджа, и не только у Гагаузы, и у болгаров. Значит, первое это будет соус из курицы, то есть таукманджи. Ну, а дальше тоже, и второе, это тоже знаменитое здесь блюдо на юге, у Гагаузы, это гёзлямяя или плачинка. Или, да, как хотите, плачинка. Давайте, давайте приступим. Я займусь птичкой с овощами. Я попрошу, чтобы чугунок поставить, чтобы он грелся. Так, а я начну резать овощи. Насколько я знаю, у вас болгарские корни, правда? Да. Но в то же время ваша супруга Гагаузка. Да, тоже правильно. Какие кулинарные свершения рождает такой симбиоз? Ну, вот судя по то, что я назвал таукманджи, значит, это Гагауза называют, еще пиличманджи, это из цыпляток, а болгар называют пилишка манджи. Особо среди гагаузской и болгарской кухни различий почти нет. Только в названиях, возможно? Только в названии, да. В принципе, и пища одна, и обычаи. Но насколько я могу судить, эта манджи может получиться исключительно из домашней курицы. Да. И с покупной не получится, правда? Совершенно верно. И надо знать, у кого ее покупаешь. Ну, если своей нету, да. Да, если своей нету, то идем на базар и покупаем у одних и тех же работников села, сельского хозяйства. Значит, и надо знать, я уже, надо знать, как ее выбрать, чтобы не было курицы моего возраста. И как ее выбрать, кстати, очень интересно. Да, интересно. Вот грудинка здесь вот эта. Значит, когда подходишь, если мягкая гнется, значит, это молодая курица. Именно хрящик, который... Да, хрящик, вот это. Да, если... Я всегда спрашиваю, я говорю, как... Ну, как обычно рынки говорят. Молодая. Естественно. Моего возраста? Нет, что вы, моложе. Вы обладатель приза «Золотая бочка». Ну, как... Первый год, это в 2000 году, тогда бочки не давали, а был диплом первой степени. Вот первый праздник вина, значит, мне вручили еще тогда. Но вы были признаны одним из лучших домашних виноделов. В то же время этот приз неоднократно получал, к сожалению, покойный ныне, ваша земля, господин Чебаника. Да. Что знают жители Чедерлунги такого, чего не знают остальные? Что вино всегда, если не всегда, то очень часто получают призовые места. Ну, во-первых... В чем секрет? Да, секрет в том, технология домашнего вина и винозаводской отличается. Во-первых, домашних вина, по крайней мере, я не применяю никогда к консерванту. Да. И вино сохраняете год, и два, и три. А за счет чего вы его стабилизируете? Только за счет технологии. То есть, в принципе, мой отец тоже был виноделом. Значит, бочка всегда должна быть полная. Задойду вопрос, а как полная, что, разве нельзя? Ведь же мы оттуда берем, угощаем. Значит, из большой бочки в маленькую. Маленькая, самая маленькая, а потом в бутылки. Все время должна быть полной. И туда не нужно ни куангидрид, не нужно консерванта. То есть, чтобы не было доступа воздуха. Да, доступа воздуха, чтобы не было дополнительно окисления. Курица у меня нарезана. Казанок достаточно неплохо разогрет. Мы добавляем растительное масло. Растительное масло. Я видел рецепты, где используется свиножир. Нет, я предпочитаю только растительное масло. У каждого свой вкус, своя технология приготовления пищи. Как и в виноделии. Согласен. О, она сразу зашкворчала так бодренько. У вас несколько десятков гектаров сапирави, да? Нет, нет, нет. Это уже, наверное, мои друзья преувеличили. У меня сапирави всего один гектар. Всего лишь один гектар. Да, но это достаточно для частного виноделия. По закону о виноградарстве надо иметь не менее 15 соток винограда, чтобы можно было реализовывать и получить лицензию. Поэтому гектара это вполне достаточно. Почему именно сапирави? Почему не пино-нуар? Почему не традиционный кабарне? Почему не зайбель, немецкий сорт, который имеет корни в Южной Бессарабии? Традиционный, может быть, на протяжении сотен лет. Когда раздавали квоты, значит, что там же по компьютеру, это же американская система, которая распределила землю. Так мне попало именно сапирави. Потому что в том хозяйстве, где мои родители, это наследство от родителей, там и другие сорта, и кабарне, и мерло, и ркацетель. А вот мне попало сапирави. Хотя раньше я всегда делал вино из кабарне. Из винограда кабарне. Ну, в принципе, каждый житель Молдова, особенно юга Молдовы, он обняет себя неплохим виноделом. Вы каким видите устой правильного домашнего винодела? Что надо делать обязательно, чтобы вино получилось хорошим? Ну, во-первых, надо очень большое желание иметь, чтобы сделать хорошее вино. Ну и, естественно, что надо технологии, которые я считаю домашние, промышленность нельзя ее внедрить, потому что там большие партии делают. Поэтому надо строго ее соблюдать. И много импровизировать надо. Много? Да. Все, что можно было сапирави в винограде. Это грузинский сорт, это родина Хахетия. И меня удивило то, что ферментация сапирави, то есть на мезге, вот так, брожение на мозге, на мезге. Конечно. Значит, еще в те древние времена, они в глиняных кувшинах закапывали в землю, и 40 дней бродило. У нас, ну, в Кабарне 4-5 дней, допустим. Я сапирави тоже 5-6 дней. Все зависит от температуры. И когда продумал, почему же, как можно 40 дней, а потом, ну, как инженер, ведь же температура там постоянная в земле, оно бродит медленно, и чем медленно бродит вино, тем оно вкуснее, тем вкусовые качества. И тем стабильнее, как мне кажется. Стабильный, да. Поэтому вино у меня очень имеет высокую окраску. То есть все, что можно дать сапирави. Ваши сапирави, насколько я знаю, пробовали уроженцы Грузии. И вроде как не было особых нареканий. Или это был просто знак вежливости? Нет, я не думаю. Дело в том, что если все зависит, где прорастает этот виноград, значит, сапирави у нас в условиях Молдовы показал себе лучи, то есть почвенные условия, и солнце, и все остальные компоненты, значит, оно здесь прижилось, и он может показать, как и другие сорта, может дать лучше, вино может получиться лучше, чем на родине. Даже так? Да. Поэтому они, как, они гордятся тем, что вот где-то есть еще сапирави, и все знают, что это грузинский сорт, а то, что оно лучше, ну что же, это хорошо. Ну да, в свое время говорили даже, что Гадеяровский Калашников был лучший оригинал. Возможно. Потому что немцы со своей педантичностью доводили его до абсолютного совершенства. Наверное. Вы большую часть своей жизни посвятили сельскому хозяйству, ну и перерабатывающей пищевой промышленностью. Вы возглавляли долгое время Чедровунский комбинат хлебопродуктов. Как вы считаете, стоит ли все-таки Молдове, несмотря на всю вашу привязанность к этой отрасли, позиционировать себя исключительно, как аграрная сторона? Или у нас все-таки другого пути нет, другого шанса нет? Почему? Значит, есть и другие шансы. В принципе, в те времена, ну недалеком, прошлое, будем так говорить, того советского периода, ведь в том же самом Кишиневе электронная промышленность, и телевизионный завод, и, значит, холодильный завод, и все остальные промышленности, вот такая промышленность, и легкая промышленность. Сельское хозяйство должно занятость быть, как и в других странах. Очень мало людей, они должны кормить всю страну, но даже в сельском хозяйстве, если механизировать технику, которая сейчас есть, много людей не надо. А чтобы занять людей, иначе должна быть и другая промышленность. Я на комбинате проработал всего, на всего 32 года. Всего лишь? Да. И, насколько я знаю, вы получили награду факел Бирмингема. Да. За выживание в экстремальных экономических условиях. Да. Это было в Вашингтоне. Вручали. Именно за выживание в сложных экономических, потому что у нас был развал, и, в принципе, комбинат леопродуктов, где я работаю, до сегодняшнего дня он работает. Это мало предприятий, которые работают в республике. Которые устояли. Да, здесь всегда было высокое качество муки. Да, есть традиция, потому что частная мукомоль, которая была еще до войны. Я, когда приехал здесь в 1977 году, значит, была мельница еще построена, и в 1936 году, и вот она была уже на таком современном бюлеровском оборудовании. Я, когда начал работать, значит, реконструировали сейчас то же самое бюлеровское оборудование на этой мельнице. Поэтому качество муки, оно было знаменито в республике. Но пришлось только поддерживать, ну и улучшить еще. Вы, как виноделы, как знаток многих процессов, в том числе и теневых, которые происходят в сельском хозяйстве, как Вы считаете, повторное эмбарго российское на поставку молдавских вин политически мотивировано, или все-таки первое эмбарго нас ничему не научило? Я знаю качество вино, которое мы, частные винодели, и зная то, что иногда мы, особенно когда мы идем на какую-то свадьбу или какое-то мероприятие, я скажу, что это не политическое. Это не политическое. То есть мы продолжали поставлять туда некачество. Нам сделали окно, и мы успокоились уже, что у нас качество пойдет. Но, в принципе, плохого вина у нас можно найти на прилавках наших магазинов, нашего молдавского. Ну, Вы знаете, мне это подтверждают очень многие мои знакомые, которые живут, выходцы из Молдовы, которые живут в Москве, не говорят, идешь в магазин, крупный супермаркет, та же бутылка, та же этикетка, тот же производитель, о котором мы знаем, но вино не то. Почему? Ну, во-первых, есть совместные предприятия, значит, российская и молдавская. То есть отсюда наливом, там бутылируют, а технолог уже... сейчас уже только в бутылках должна, но предприятие совместное. И если там вино некачественное, это заинтересован тот бизнесмен, который, значит, может быть, разбавил, ну, и такой может быть. Но, в принципе, у нас есть еще плохие вина, у нас на месте. Я был недавно на свадьбе, буквально прошлой неделе, не буду говорить, где шампанское, упаковка-то, блюд, все, думаю, ну, дорогое, это же такое шампанское. И когда открыли бутылку, я, в принципе, шампанское не очень, я бью только сухое вино. Открыли, там эти пузырьки, которые должны быть, значит, это сделана вода, порошок, искусственным путем, ну, и какой-то ароматизатор, который вообще не присущ, шардоне, савиньон, Может быть, это была просто подделка? Нет, это вообще даже, вообще даже не вино, будем так говорить. Очень странно, почему? Потому что очень многие эксперты говорят, что, и слушая вас, и сложно с ними согласиться, что если грузины извлекли уроки из российского эмбарго, получается, что мы их не извлекли. Грузины очень кардинально улучшили качество своего вина, и они смогли выйти из низшего ценового диапазона, в котором навсегда останется молдавское вино. Ценовый диапазон среднего и даже дорогого, средняя бутылка хорошего грузинского вина стоит 20 долларов, его покупают. Выход в чем вы видите? И видите ли вы его вообще? В фабричном виноделе? Я думаю, что наступать часто на одни и те же грабли, ну, одни раз наступили, сейчас второй, я думаю, что третью не надо допускать. Может быть, в эти грабли гвоздь забить? Надо делать качественное вино, то есть делать вино, как говорят частники, частное вино. Я делаю для себя, так вот сделай для себя. И такое же вино продай, или дай друзьям такое вино, какое ты пьешь сам. Дайте-ка ту бутылку вина. Сколько таких бутылок в год вы производите? Все зависит, сколько остается для розлива. Значит, после того, как с друзьями, с родственниками, они обычно берут наливом у меня, да, а потом 300-400 бутылок вина, которые я могу подарить опять своим родственникам. Это вино уже пьют в Германии, очень, там мои внучки живут, поэтому очень довольны. Качество вина превышает мировые стандарты. Ну, это шутяйская. Запрещена реализация в торговой сети. Мне это нравится. Ну, тут еще буквально полторы минутки, две, и мы сможем, да. лук, вообще-то я люблю очень, когда готовлю, я очень много лука. Правильно. Значит, лук и морковка, ну, естественно, перец и помидоры. Ну, а в завершающей стадии этой, ну, соус из курицы или таукманжи, обязательно должен быть чимбрец, чебрец. Чабр, не чебрец, чабр. 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 Хорошо, мяско у меня приобрело румяную корочку. Здесь у нас овощи, морковь, лук и сладкий перец. Европейцы на фоне эмбарго заявили, что они снимают любые ограничения на поставки молдавского вина, которых, в принципе, не было. Была квота, которая не выбиралась, но, тем не менее, это жест. Как вы считаете, молдавские вина могут конкурировать с европейскими винами у них же дома? Я был и во Франции, и в Германии, и в Англии. Значит, пробовал эти вины и французские, и знаменитые там французские. Я скажу, что не потому, что мы привыкли к нашей вине. Наши вины могут быть в сто раз лучше, но кто захочет, чтобы продавалось наше вино и чтобы не продавалось французское или там португальское, итальянское. Это бизнес, это рынок. Чтобы были акции протеста, забастовки. Но почему бы и нет? В отличие от многих стран Восточной Европы на Западе профсоюзное движение очень сильно развитое. В принципе, последние события в Греции лично этому подтверждение. Получается, в этой ситуации выигрыши в первую очередь остаются те, у которых есть винокурни или колонны, которые закупают сейчас виноград, перегоняют все в дистиллят и сохраняют в очках до лучших времен. Так в очереди? Совершенно верно. Будем пить крепко? Будем пить уиски оттуда. Вот так вот. Да. Модные. Кстати, я не согласен с тем, что в последнее время у нас в Молдавии очень много пива употребляется и рекламируют. То есть, очень много. Это бич. Да. Дети. Дети повсеместно пьют пиво. Если бы у нас потребляли бы меньше пива, а больше хорошего нашего вина молдавского, выиграл бы и экономика, да и здоровье, потому что пиво не думают, тем более, что качество такого пива. Но, в принципе, у нас не было больших проблем на экспорт, если бы мы вместо пива потребляли бы больше вина. Покупали бы просто свое вино? Своего вино. Вы, как знаток, какая доза вина ежедневно не представляет угрозы для организма взрослого человека, который, разумеется, не страдает какими-то хроническими заболеваниями? во-первых, зависит от каждого организма. От каждого организма. Но норма для, одну норму для каждого тоже не. Но стакан вина, если, конечно, ты не за рулем, да, значит, перед обедом стакан вина, значит, надо, даже нужно, это полезно, и врачи говорят, поэтому никаких проблем. Врачи рекомендуют для дома, для семьи, да? Как говорил великий классик. Поэтому у каждого своя норма. Подошло время добавить муки? Сейчас муки надо добавить, а потом красный перец. Как хорошо так готовить, когда рядом кто-то исполняет, а ты только говоришь. Дайте мне полотенечек, пожалуйста. Видите, я вас тоже попросил что-то сделать. мука нам даст густоту, я так понимаю, да? Причем лучше добавить момент обжарки, чтобы не водить обжариваться. не будет ни комочков, ничего. совершенно верно. Ну, а потом естественно красный перец. Это такая буджанская паприка, она продается на рынке в Чедрунге. Да. Делают ее дома. Я постоянно, когда приезжаю в Чедрунгу, я постоянно покупаю 5-6 стаканчиков, потому что это... И опять тоже надо знать, как отличить от натурального. Расскажите, расскажите. Были времена, когда производили очень много, значит, отрубы добавляют, пищевая краска, смешиваются отрубями. Да вы что? Когда я подал в борщ или вот отруби, это уверяю, что это натуральное. Ее пробую, даже пробую. Это перец. Она даст цвет. Да, из красного перца. Это не порошкообразная паприка, которая продается в магазинах. Это красный молотый перец. Надо пробовать на вкус. Так, вот вообще-то я люблю вся пища должна быть соус или борща, но красный. Конечно. Красный это цвет праздника. Сколько? Две ложечки или одной будет достаточно? Две. Очень хорошо. Это, конечно, классическая буджакская еда. Сразу приобретается цвет, цвет и аромат. И теперь, наверное, помидоры? Да. Здесь помидоры. Ну, проверить, как там у нас огонь. Нормально. С огнем у нас все хорошо. можно подбросить парочку. Именно. потому что мы уже подходим к стадии тушения, когда нам сильный огонь не нужен. Ну, мы сейчас переходим к более сложному, на мой взгляд, блюду. Вы знаете, для любого мужчины тесто... это как на экзамене. Да. Значит... Ну, давайте, я тут буду молчать, просто смотреть, потому что... Во-первых, как я делаю, тесто делаю на минеральной водичке. На газированной? На газированной. Газированной, да. Я добавляю грамм 100 масла растительного на 2 часа в холодильнике. Да. Оно должно поставить 2 часа. А потом снимаю, оно подогревается и сделаю вот такие. Здесь уже приготовил, что надо сделать лист катать. Самое сложное, так считают все мужчины, что самое сложное катать. Хотя... Для меня нет. Для меня самое сложное замесить. А, замесить нет. Ну, а состав... Почему, во-первых, почему называется дюзлемя у Гагаузова? Да, кстати. Да. Значит, ну, турки, говорят, что это ихнее блюдо, но, спокойно, гагаузы и болгары тоже делают. Крастачки болгары называют, а турки, ну, и гагаузский язык тоже. Это дюзлемя. Дюз, это глаз. Значит, глаз состоит из двух. Значит, сковорода круглая. Вот почему здесь делают квадратное, у турков, и гагауза делают только для сковорода. То есть, из двух половинок это глазок. Значит, дюзлемя. в девятом классе. я даже собирался поступать в военно-летное училище. Гражданскую авиацию или военную? Я хотел. Истребителем, небось, летчиками, истребителем или испытателем. Истребителем. я получил воспаление легче. Вот так вот. В этом десятом классе. И в комиссии забраковали по этому поводу. Да, в комиссии. Поэтому, ну, я всегда думал, что независимо, когда, в какой он я должен. Ну, и получилось так, что, когда создали аэроклуб, здесь, Чедерлунги, Айрбуджак, значит, эти самолеты, вилги, появились у нас, передали с Кишинева. Значит, при помощи инструкторов кишиневских летчиков, значит, я начал сначала взлет, потом посадку. В принципе, на вилги вместе с инструктором летали. Ну, получилось не очень круглое. У меня дощечка такая, но я думаю, что обычно я ставлю тарелку и делаю по кругу. А мы можем ножом урезать. Мы урежем так. а сейчас надо сделать так, парк яиц и сделать состав начинок. Два яйца. Мы добавили два яйца. Да, сейчас мы смешаем творог и вот брюзу овечью. И чем зажимаются края? Вилочкой, наверное? Вилочкой, вилочкой. Сделаем так аккуратно. Музыка. Субтитры делал DimaTorzok Я не знаю, согласитесь вы с ним или нет Попробуем, что получилось Я просто сделаю вот так Я тоже так Собраться, ты его уже приготовил Это чертовски вкусно Значит, получилось Я ел это блюдо сотни раз Каждый раз оттенок вкуса Не похож на предыдущий раз Но базовые вещи Остаются неизменными Это очень сытно, это очень вкусно Это очень правильно Это очень традиционно И в достаточной степени полезно Я очень рад, что сегодня Вместе с вами мы приготовили Именно это блюдо Манджо и без вина Спасибо вам огромное за эту беседу Было очень приятно Ну и будем встречаться Пожалуйста, всегда Всегда Наш двор Вас примет Спасибо Вы смотрели программу Шеф-повар И сегодня готовил Вместе с виноделом Пилотом И просто замечательным человеком Иваном Кайряком Увидимся ровно через неделю Счастливо Счастливо